Самозарядная винтовка Токарева в образца 40-го года, СВТ-40, которую в нашей отечественной литературе почему-то, в общем-то, принято ругать и, в общем-то, абсолютно незаслуженно. В своем классе, действительно, армейской самозарядной винтовки на те годы ничего лучше не было. Ну, собственно, было их и не так много таких самозарядок в мире. В СВТ у нас, ее предшественница АВС, автоматическая винтовка Симонова, в Америке винтовка Гаранда М1 и в Германии две винтовки Вальтера 41-43-го годов. Они конструктивно были, конечно, хуже, чем СВТ. Это было довольно солидное оружие под полноценный Мосинский патрон. Ее можно было перезаряжать как сменой магазина, емкость магазина 10 патронов, так и как винтовку Мосина при из тех же самых винтовочных обоймах. Две обоймы на магазин. Большая часть боекомплекта переносилась в обоймах, тоже при боекомплексе 120 патронов, было три магазина, остальное все в обоймах. Вот, оружие газоотводного типа, вот газоотводное устройство, похоже, очень похоже было впоследствии применено на винтовке Драгунова и карабине СКС. Газовый регулятор на пять позиций. Он регулировал количество пороховых газов, которые подаются на поршень. То есть, грубо говоря, это вентиль с различными отверстиями. Мы ставим, можем, отверстие поменьше, побольше. Если мы воюем много, сильно винтовка загрязнилась, и чистить нам некогда, надо воевать. Мы ставим больше отверстия, больше пороховых газов, дают более сильный импульс автоматики, она преодолеет любое загрязнение. Вышли из боя, почистили винтовку, ну, соответственно, убавили регулятор. И вот регулировка, да, здесь реализована достаточно сложно, требует разборки газоотводного узла, да, и специальным ключиком, пятигранником, причем даже нечетное количество грани, что-то очень неудобно. То есть, если нет ключа, регулировать ее довольно сложно. Нужен накидной пятигранник, и вот поворачивается вот этот сам регулятор.